Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Генеральный директор понимает, что кредит компании не дадут без технического директора. Считает, что кредит жизненно важен для дальнейшего существования компании, поскольку в ближайшие три месяца прогнозируется острая нехватка оборотных средств. Технический директор уже принял решение о выходе из учредителей и не собирается его менять. Не ставит своей целью продать долю, готовлю к безвозмездному отчуждению поровну между оставшимися учредителями, но только в случае, если компания выплатит ему 50 миллионов рублей, компенсация на 2-3 месяца поиска работы. В противном случае, если компенсация не будет выплачена, готов выставить долю на продажу, устав позволяет это сделать без согласия других учредителей. Коммерческий директор видит выгоду в том, что один из учредителей выходит из компании, что увеличит свою долю каждого с 33,3% до 50%. Опасается, что доли будут перераспределены по-другому, не в его пользу. С другой стороны, понимая, что технический директор является носителем уникальных технических компетенций и навыков, продажа которых составляет не менее 30% прибыли компании, и которая будет потеряна в случае его выгода, поскольку на текущий момент специалистов его квалификации в городе нет. Непростая ситуация. Роли интересны. Генеральный директор удержать технического директора в компании, уговорить его стать поручителем по кредитам. Технический директор выйти из состава ученицеля и получить компенсацию в 50 миллионов рублей. Коммерческий директор поддержать выход технического директора и состава ученицелей. Уговорить технического директора остаться в компании как наемный сотрудник, не только консультант, обеспечить равное распределение доверия. Убирать? Давайте рукавы же камни. Согласно, что ли? Поставьте таблички, пожалуйста. Яков – игрок номер один, Владимир – игрок номер два. Яков, кто это готов? Нажимайте дальнюю кнопку и называйте его для себя и для Владимира. Владимир, здравствуй. Добрый вечер. Да. Известна ситуация нам обоим. Ты собрался покинуть наше детище, нашу компанию. Я тебя не суждаю, я понимаю, почему ты это делаешь. У тебя непростая ситуация. Покупка квартиры, маленькие дети, нехватка средств. Наверное, прошла вера уже в развитие нашего бизнеса. Но я хотел бы, чтобы ты нам помогал. Ты являешься носителем уникальных знаний, без которых наша компания сможет развиваться. Это первое. И второе. Нам нужно брать среди для увеличения зародных средств. И банк может их дать только под твоё поручительство. То есть другой поручитель не может уступать. Да. Мы, к сожалению, с нашим третьим учредителем не можем быть поручителями. Потому что ты помнишь историю, когда мы были поручителями, когда ты брал кредит на квартиру и были в плохих просрочках платежа. То есть, естественно, мы разбали банк от плохой репутации. Под наше поручительство с нашими коллегами не дали. Почему это? Может быть, сторонний поручитель? Вы почему не рассматриваете такую ситуацию? Но ты же понимаешь, как сложно найти, привести кого-то за уши с улицы. То есть, я так понимаю, что вы не прорабатывали такую ситуацию, и сейчас вы хотите выстроить ситуацию так, что только я. Правильно? Я, может быть, не закончил, а я закончил твое предложение. Да, конечно. Мы хотим тебе сделать предложение, которому ты не сможешь отказаться. В чем? Да. Я закончил такие предложения. Так, чтобы повысить твое материальное положение, мы готовы не привязывать твою зарплату к финансовым результатам, так как они сейчас низкие, а сделать фиксированный высокий оплат. Это даст тебе стабильность дохода в месяц. Ты просил 50 миллионов на 2-3 месяца, то есть 20 миллионов в месяц зарплату мы такую готовы оставить. Для того, чтобы понизить риски возврата кредита, так как ты будешь поручительным, мы не будем тебя увозить в состав учредителей, у тебя будет доступ к управленческому счету, ты будешь вести финансовый результат. При все малейших колебаниях ты всегда можешь высказать свой негатив, и мы вернем кредит, и ты будешь честный ответ. Как тебе наши условия? Яков, я не совсем понял ваши условия целиком и полностью. Давайте его зафиксируем. Насколько я понял, что вы хотите, чтобы я выступил учредителем. Это первое. Чтобы вы остались учредителем. Чтобы я остался учредителем и выступил поручителем. Правильно? Правильно. То есть вы не рассматриваете вариант другого поручителя? Нет, не рассматриваю. Да. То есть это ваше желание, я понимаю, правильно? Ну конечно, мы же обсуждаем. Да, я бы не хотел остаться в составе учредителя. Ну хорошо, давайте выведем состав учредителя. Поручителем мы просили бы, чтобы ты остался. Поручителем я тоже вынужден отказаться, потому что, как изначально было сказано, у меня достаточно тяжелое финансовое положение, и если мне придется выплачивать кредит за вас, либо гасить какие-то штрафные санкции, которые будут относительно данного кредита, я не смогу этого сделать. Поэтому для меня это достаточно большой риск, и я думаю, что вам необходимо поискать именно поручителя по данным рискам кредитов время. Первый раунд завершен. Владимир, когда готовый, нажимайте дальнюю кнопку, называйте роль для себя и для Якова. К обнулим? Да, спасибо. Нажимайте кнопку, называйте роль. Обнуляем. Я генеральный директор, вы технический директор. Яков, добрый вечер. Добрый вечер. Хотел бы начать наш разговор с того, что мы с тобой предложили значительное усилие, а именно полтора года в восстановлении нашей компании. В результате дела улучшаются. Появилась положительная тенденция, появились новые проекты, однако существует прокур. В принципе, я готов их слышать, решать. Какая же проблема? Так как проблема такая. На ближайшей планерке ты сообщил о намерении выхода из компании. В связи с чем это связано? Я бы хотел… Это связано с низким материальным доходом. Полтора года работы в компании, мы не развились, доход низкий, а я со своими знаниями на рынке стою гораздо больше, я заработаю больше, чем в нашей совместной компании. Я ее очень люблю, мне это жаль. У меня двое детей, кредит на квартиру, но я не могу никак, мне не нужны деньги. Я все понимаю, вот мне бы хотелось именно зафиксировать то, что тебе жаль выходить из компании, правильно? Я так? Да, конечно. То есть ты понимаешь, что ты приносишь именно ущерб компании с вами на выходе? То, что технической составляющей, когда мы организовывали компании, была на тебе. И сейчас, ты выходя из компании, приносишь достаточно большую… я можно договориться, да? Если мы будем в монологе, то мы уйдем никуда. Мы должны быть в диалоге, я друг друга слышу, да? Правильно? И поэтому именно сейчас отсутствие технического специалиста такого масштаба, как ты… это будет тяжело для компании. Ты понимаешь, что… Мне уже можно ответить? Так, конечно. Владимир, ты прекрасно знаешь моего зама Сергея. За полтора года он процентов на десять меньше знает, чем я. Поэтому те технологии, которые я организовал, он поддерживает с лихвой. А я, уйдя из компании, всегда смогу его проконсультировать на выходные по телефону. Я всегда на связи. Я вас не брошу. Понятно. То есть… Давайте, Павел. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Игрок номер один. брал кредит, выступал поручителем, игроку номер два, техническому директору, показал себя вроде как таким хорошим другом, руководителем. Но опять же складывалась ситуация, что я тебе дам все абсолютно, лишь бы выступить поручителем. Коллега права. Не было это похоже на разговоры двух друзей, это скорее попытка склонить друг друга к поручительству. Поэтому коллегею было сложно, в личном мнении было очень сложно выбирать. Но в любом случае игрок номер один показался более заговорчивым в качестве работы. Я бы хотела, чтобы с моим руководителем отношения строились на более прочной почве, чем эмоции, некое чувство вины, которое игроки старались внушить друг другу, пока шло обсуждение ситуации. С одной стороны, в биографии номер один мне импонировало то, что разговор он начал с некоего признания исключительно технической компетентности подчиненного. Ты носитель уникальных знаний. С другой стороны, если мой руководитель тут же сразу открывает карты, банк может дать кредит только под тебя, только под твое поручительство. Но это хороший повод для того, чтобы мои отношения с ним переходили с деловой плоскости в какую-то другую, взаимозависимую. Кроме того, фраза «я на рынке стою больше в роли технического директора» или «я готов консультировать вас по выходным» – это тоже выход за рамки служебных отношений уже в перенос в некую личную плоскость, разделение рабочего и личного. Я бы предпочитала, чтобы с моим руководителем вопросы решались исключительно в деловом пространстве. Поэтому игрок номер два – у него было больше материального, больше никаких конкретных предложений, пусть даже и озвученных слишком, может быть, прямолинейно и на полистах. Я был игрока номер один. Яков был последователен, спокоен, он прояснял свою позицию, он предлагал варианты. Что важно, он не назначал виноватого. Поэтому такое решение. Я был игрока номер один, в большей степени потому, что не отправил игрока номер два. Оба игрока довольно много упустили возможностей для достижения своих целей. Не задействован был ресурс дружбы с детства. Многое еще можно перечислять. У меня игрок номер один показался более внятным, более спокойным, и более гибким, и более готовым слушать. Что очень важно. Я был отправил на переговоры игрока номер один, по той причине, что, как мне показалось, вы сделали все, что нужно для классических, несложных переговоров, и продемонстрировали базовые навыки переговорщика. Заявили позицию, аргументировали ее, сохраняли при этом отношения, помогали оппоненту выходить из тупиковой ситуации, давая ему правильные намеки в нужном направлении. Однако, как мне показалось, несколько очевидных возможностей достучаться до оппонента вы не использовали. Вы достучались до меня, как до судьи, чтобы я проголосовал за вас, но, как мне показалось, ваш оппонент вас не услышал абсолютно. Что касается стратегии, выбранной в поединке игроком номер два, то мне хотелось бы сказать, что в переговорах равных, а, по-моему, переговоры проходили между соучредителями, позиция – это моя позиция, и я не готов ее менять, но абсолютно деструктивно. Понятно, что вводные игрокам даны противоречащие друг другу, но надо искать какие-то зацепки и пытаться получить что-то похожее на то, что вы изначально планировали, потому что понятно, что просто оставить свою позицию здесь невозможно. Только со слабых процентов. Спасибо. По решению доверия собственности игроку номер два. И дам два комментария. Первый – комментарий по счету, второй – комментарий по ситуации. Комментарий по счету. Я не могу отправить доверие собственности игроку номер один, который в процессе подготовки использует достаточно гарантированно проигранный аргумент. Вы, наверное, услышали, что он сказал, что у нас испорчена репутация, потому что мы выступили гарантом по твоему кредиту, который ты не оплатил. Но сначала он сам не оплатил кредит, то есть он как бы не подмочил свою репутацию, получается, а они выступили гарантами и подмочили. Но вообще работа по подготовке и аргументации к переговорам ниже клинтуса, ребят. Ну как бы так не готовят. Очевидно, ну как бы вы говорите о пустом. Тут не о чем даже спорить. Второй взгляд. Мне не понравилось в игроке номер один то, что он ведет себя, совсем забывая, что это друзья детства, что существует возможность на эти роли как-то опираться. Для него существует только одна цель прагматичная – это получить кредит в банке. Все остальные пути, как бы, заботы о поведении другого человека его вообще не интересуют. Вот такая дистанцированность, такое безразличие такое, конечно же, мне внушает сомнения. Потому что, доверяя собственности, я хочу, чтобы ей управляли эффективно, а значит никого не озлобляя, ни о ком не забывали. Потому что породить недругов крайне легко. А надо порождать друзей. А теперь, по сути, поединком. Правильное правильное решение – это то решение, которое двигает нас по трём осям координат. Первая ось – это дело двигается вперед. Вторая ось – это отношения двигаются вперед. Третья ось – это власть либо авторитет растут. Что мы видели? Мы видели двух игроков в ситуациях – гендиректор и один из директоров, когда есть роль выше. Ни один из гендиректоров не подумал о том, как продвинуть дело вперед. Формула очень простая – удерживай вредом, двигай выгодой. Кто показал выгоду в будущем? Кто показал, что именно этот кредит позволит компании преодолеть черту бедствования? Кто нарисовал картину о том, что уход сейчас – это значит, что ты не дождался своего звездного часа и рано покидаешь эту компанию? Ну подумайте, у вас же есть возможность готовиться к переговорам, подумайте о том, какой сценарий будет характеризовать вас как положительного героя, не используя, естественно, райли в кустах. Второй аспект – отношения. Ну, в обоих раундах вы ведете отношения к нулю, да, то есть они сокращаются. И по-человечески друг друга не понять, и по-деловому ничего не сложилось, забывайте об этом. Ну и авторитет, конечно, таких руководителей, которые не подумали о решениях, которые будут, на самом деле, компанию двигать вперед, ну и в их глазах, и в глазах ключевых будут падать. Поэтому, ну, поединок заканчивается, игра заканчивается, а жизнь остается, помните об этом, спасибо. Дополнить я могу своим комментариям. Я отдал голос в пользу игрока номер два. Не потому что он выиграл, а потому что он не проиграл. Не проиграл он настолько в моих глазах, насколько удалось это сделать игроку номер один. Действительно, отношения, которые вы разыгрывали, это отношения, скорее, контракта горизонтального. Когда вы имеете одинаковые права и нет возможности давить. Для меня было непонятно в обоих ситуациях, и в первой половине, и во второй, почему никто не задал вопрос, а каковы условия? На что ты можешь пойти ради того, чтобы остаться в компании? Вот этого я ждал, 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 не дождался. Хотя, по-моему, именно ответ на этот вопрос и вскрывал бы эту ситуацию. Итак, мне показалось о том, что чувство вины, которое продемонстрировал игрок номер один в первой половине, недопустимо для того, чтобы я смог принять решение о доверии собственности. Расписываясь в собственной вине, этим самым ты расписываешься о том, что доверить тебе нельзя. То есть доверие к тебе невозможно. В моем понимании, конечно. Вторая ситуация, вторая ситуация, вторая ситуация опять оказалась в моем представлении не в пользу игрока номер один, за счет того, что он выложил аргумент в пользу своего решения, связанный с деньгами. Мне нужны деньги. Невозможно доверить человеку, который принимает решение только из-за денег. То есть был единственный аргумент, я смог зафиксировать единственный аргумент, и он был связан с деньгами. Доверив человеку в управление, который мотивами считает деньги, не удастся. Потому что, в общем, существует много разных ситуаций. Контракт собственника и управленца – это долгосрочный контракт. И, к сожалению, это было еще одно очко не в пользу игрока номер один. В общем, на этом, наверное, достаточно. Спасибо.